Здравствуйте всем, я Юлия Назаренко и вот с недавних пор я предположила, что вся моя интересная жизнь уже не помещается на просторах инстаграма, поэтому решила довести еще и видеоблог. Показано в комнатном отдыхе. Сейчас я нахожусь в аэропорту Шиполи в Амстердаме. До посадки у меня еще около 2 часов, так что у меня еще есть время, чтобы показать вам какие-то приколяшечки. Принято за аэропорту Шиполи. Сейчас мы подходим к одному из моих любимых мест в аэропорту Шиполи. Это очень добавная комната для курения, которая на первый взгляд напоминает комнату позора. Вы можете видеть, это маленькая комнатка посреди кафешки, где с трудом помещаются 10 человек. Когда приезжает самолет, она очень завивается и невозможно дышать. Мыша. 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 Вот и начались мои невероятные приключения в Рентине. У нас тут, как вы видите, восхитительная погода. Градусов 6-8 тепла, так что эти два дня я просто просидела, просмотрела в окошко, прописалась с друзьями, в принципе, то же, что я делаю в Киеве. Вот такая тёплая. Я так и выбралась, но я немножко была бы рада, потому что такая линейная точка и очень красивая, но просто нет возможности фоткать, нормально погулять, сильный ветер, сильные точки. Сейчас я гуляю по парку. Как вы видите, весьма занимательно, когда маленький выпить из нее уже. И дождевик. Вот так вот выглядит, конечно, забавно. Здесь очень мокро, мои ноги уже на сквозь мокрые, но интерес превыше. Место лично для меня занимает архитектура. Я вам покажу самые красивые здания, которые я здесь найду. Вот, наконец-то, я подошла к кладовищу Реколето. Такой вот вход находится рядом с одноуменным метром или же можно добраться сюда на такси. Поймать такси довольно нетрудно, все они выглядят примерно так. И если на переднем укошечке светится то, что она свободна, просто машите рукой, а она остановится. Сегодня хорошая повода, мы все выбрались по улице. Везде очень много всяких красочных памятников и коты. Через некоторые решетки можно видеть гробы. Конечно, немножко жидкое зрелище. Субтитры сделал DimaTorzok Еще хотела вам рассказать о системе здешних переходов. Например, у нас, если красный и идет отсчет, это значит, что столько-то времени еще нельзя идти. А здесь, наоборот, отсчет до красного. Вот у меня раз так чуть машина не сбила. Также сегодня решила пойти в Japanese Garden. Так как последние дня 4 был дождь, все активно вылазят на улицу. Везде во всех красивых, более-менее красивых местах очень много людей. Как здесь вы сами можете видеть. Вообще, в Буэнос-Айрисе очень много парков, платных, бесплатных. За вход в этот я заплатила 70 местных денежек. Я сюда приехала на такси. Я, конечно, больше люблю метро. Я вообще люблю ездить на метро в разных странах. Но здесь для поездки нужна карточка, где ее купить. Я так и не нашла, потому что в самом метро она не продается. Поэтому пришлось ехать на такси. Типа звуки природы. Также почти опавшая с албора, к сожалению. Очень хотела попасть на ее цветение. Еще пару дней буквально она цвела. Площадь его довольно-таки небольшая. Так что разговариваться в саванне, но я не жалею потраченные денежки. Метверт с другой стороны. Здесь какие-то прикольные птички. У нее вся еще цветущую сакуру. И как вы видите вокруг нее куча людей, которые ее фотографируют. В общем, весь парк похож на одну большую фотозону, когда все просто приходят. Но в общем-то очень миленько. Если не обращать внимание на высотки и на фоне. Также здесь есть вот такая штучка, на которую, как я поняла, каждый день насыпают число. Сейчас ближе к вечеру я подъехала к розовому дому, в котором живет президент. Вот с другого ракурса. Но против него находится парк. Ну и еще пару красивых станет. Сейчас вечером особо красиво. Кошечки-кошечки, это самое прекрасное место для любых тел. Здание просто поражает своей бомбезностью. На каждой уличке можно найти что-то особое, что-то прекрасное. День близится к концу. Копейная формулка соответствующая. Но сегодня много хороших дней. Видимо ничего нового. Красивое, что мы с вами могли видеть. Продолжение следует...